Вопреки расхожему мнению о том, что Испания – это страна вольных нравов, в период мировой пандемии ее жители поднапряглись как следует и дружно вакцинировались. Просто Мария, наша землячка сеньора Фирсова, живущая в одной из самых живописных провинций в Андалузии, в городе Малага, укололась от коронавируса в июле, ее супруг на месяц раньше. Вакцинация прошла достаточно быстро и успешно. Я была даже удивлена, насколько было все очень хорошо организовано для таких неорганизованных испанцев. Более того, население подошло очень ответственно к теме вакцинации и вакцинировались вообще все поголовно. То есть я практически никого не знаю, у кого были вообще сомнения, какие-то прививки. Наоборот, все ждали, когда нас уже начнут прививать. Испанцам надо сказать было, что терять в разгар пандемии из-за невероятного наплыва пациентов. В ковидных лазаретах на всех не хватало мест, и многих пациентов врачи красных зон размещали прямо в больничных коридорах. Масштабная вакцинация в корне изменила ситуацию. И чтобы не быть голословным, приведу всего две цифры. Обе, к слову, печальные, но они такие разные. В январе этого года, когда в стране только начиналась вакцинация, вирус убил 7482 испанца. А за ноябрь, когда более 80% жителей страны были вакцинированы, скончались 684 человека, то есть в 11 раз меньше. Потомкам конкистадоров и тореадоров эту арифметику долго объяснять не пришлось. Испания не только обошла большинство европейских стран по уровню вакцинации, но и благодаря массовым прививкам выбралась из тисков жесточайших антиковидных ограничений, от обилия которых наши доморощенные антиваксеры волками бы взвыли. Сейчас туристы из Европы потянулись в ковидно-благополучную Андалузию, поближе к апельсинам, которых там даже в парках на деревьях полным-полно. После вакцинации количество случаев коронавируса резко упало. Главное, что упало так же резко количество госпитализаций и количество смертей. Поехали туристы, чему мы очень рады, для нас это очень важно. Туристическая зона, много туристов из Европы, они приезжают по QR-кодам или по ПЦР за 72 часа до прилета, у кого нет прививок.